Девушки отдыхают Я же им говорила, не надо связываться с этим смол, надо было самим строить О, это единственное достижение в жизни Да ты что, самый лучший детский сад, это моя гордость От нас и раньше не бегали, теперь тем более Катерина Терентьевна, так мы ждем вас Я же вам сказала, все решайте без меня Да? Да, подожди минуточку, у меня местный Алло, да, да, Степанович Да ты не волнуйся, завтра спишем на производство Слушай, тут из химволокна хотели за краской прийти Уже отдал? Ну, голова Сейчас, подожди минуточку Катерина Терентьевна, тут вопрос возник Что, 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 что? Я же вам сказала, решайте все сами, без меня Ну... Вы же слыхали, у нас новый стиль работы Да, ну, а как же с железной дорогой? Вот и с железной дорогой, и с ярмаркой, и с РТИ А я уехала, я в банк уехала Слыхала? Перехожу на новый стиль работы Угу, под занавес А новый зам, он меня домохозяйкой обозвал А может, и правильно Пусть приходят эти экономисты, математики, пусть А что, директор? Он молчит, устал Предлагая другую работу Полегче, поспокойнее А пока вот считаю свои ошибки И нет им числа Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Ты будешь одеваться или нет? Ладно, пойдем. Ну, может, толкаешься? Давай-давай, шевелись! Где шарф? Каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До свидания. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты на восьмой у Бурносовых? Как всегда. Самого увидишь, поговорила. У них комиссия по водоснабжению. А там Андрюшкин проект лежит. Надо подтолкнуть. Чтоб хоть внимание обратили. Только Андрюхе не говори ни слова. Хорошо? Постараюсь. А что с деревней? Сестрам написала? Я думаю, мне надо самой туда поехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима. Ведь ты же любила ее. Она хорошая, она только устала. Может, правда, на юг поехать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помню, наглядеться на вас не могла. Мам. Паша. Смотри, Паша Пашкевич. На гастроли приехали. Слушай, давай в гости пригласим. Где у нас гитара? Мам, я не знаю, где гитара. Скажи лучше, что с квартирой? Кооператив строится? Ну, что ты молчишь? Ты понимаешь, что это все равно мне или Андрюшке, но все равно нужен. Без него нам никак не обойтись. Ты это понимаешь или нет? Ну? Мне не нравятся эти разговоры, Дима. Мне нравятся. Что, вы не знаете, куда цветы везти? Куда продукты везем, туда и цветы. К детскому саду. Не проследите, кто там. Кто? Давайте Мишу. Миша, ты проследи мне, пожалуйста, чтобы он не завернул туда, куда не нужно. Понял? Все. Мамочка, хотел тебе цветы купить. Цветов нигде нет. Может, ты мне записку напишешь? Мол, прошу отпустить моему сыну. За наличный расчет букет мимозы. И другие цветы. Хорошо. Ты мне тоже купи цветы, и побольше. Там деньги возьми. Хорошо. Мне тоже цветы нужны. Да, Андрюша. О. Подожди, не уходи. Сейчас Нелли должна зайти. Зачем? Я ее не приглашал. Я ее пригласила. Она мне тесто занесет. Зашла в Пирожковый, а она теперь там работает. С чем я и поздравляю? Только меня дома нет. Поняла? И вообще, мать, ты что, меня на ней женить собралась? Значит так. Меня дома нет. Понятно? Сама с ней. И можешь считать, что я уже женился. Андрей, подожди. Ну, под... Ну, что за детский сад? Ну, подожди. Катерина Цвентьевна, это я. Ой, так бежала, так бежала. Это вам, как вы плохо выглядите. Ой. Я тесто принесла, начинки. У нас пока это не в ходу. Одни мужики ходят. Женихов хоть отбавляй. Проходи. С восьми утра и до полного отпаду. Устаю жутко. Ой, все такие потешные. Прямо с ума сойти. И, как ни странно, все холостые. Прямо не за что делать. Ёлки-палки. Не уходила бы с завода, давно квартиру получила. Да зачем мне ваш завод? Нет, Катерина Цвентьевна, вот быть теперь для меня самый лучший пример. Спасибо этому дому. Я тебе знаю, как жизнь надо строить. Ни на кого не надеяться, все самой. В заочный пойду. Финансовый. И квартиру мне скоро сделают, обещали. У меня теперь связи. Пора эту дурость бросать. Возраст уже. А если вы думаете, что я к нему, так нет. Я лично к вам. По-моему, занок. Подойди к телефону. Подойди. Если из завода, скажи, она не может подойти. У нее врач. Или медсестра скажет. Я врач, что ли? Алло, да. Здравствуйте. Нет, Катерина Цвентьевна не сможет подойти. Скажи, не встает. Катерина! Это медсестра. Ладно, брось меня разыграть. Что случилось? Это сам директор. Он меня за вас принял. Вы что-то заболела? Катерина! Вы что-то молчите. Алло, алло, товарищ. Повторите, пожалуйста, очень плохо слышно. Перестань со мной шутки шутить. Да вы что, товарищ, какие шутки? Ну, когда я весь. Что, опять радикулит? Я могу машину прислать. Товарищ, какой радикулит? Какая машина? Вы что? Я же вам сказала. Я совершенно посторонний человек. Медсестра. Пневмонии банки ставлю. Вы мешайте работать. До свидания. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Какой смешной. Неужели у нас с вами так голоса похожи? Да, стал слышать плохо. Стареем, а признаваться не хотел. А ты чего прячешься? Выходи, я же знаю, что ты дома. Выходи, я не укушу, не бойся. Правильно я его. Правильно, правильно. Слушай, Катя, я Диму твоего в мотеле видела с какой-то... Мужики с нее прямо глаз не сводили. Галя, а где Иван Иванович? У меня к нему дело есть. Так он на рыбалке. С твоим директором, с москвичами. Да. А я ничего не знала. Так не волнуйся, они... Они скоро сюда всей компанией нагрянут. Девочки, мужчины скоро будут. Словом. Как? Они же под лед провалятся, уже же весна. Да, Лена. Там, где они ловят, там лед крепкий. Маш, налей напитки из графинчика. Ань, что-то меня прямо искепилило взглядом. Что ты мне хочешь сказать? Стало быть, Катерина, разводимся? Не знаю. Теперь уже бесповоротно. По-моему, рано об этом говорить. Поздно. Может, еще наладится. Подожди. Сразу надо было. Я Лене всегда внушала. Вы не пара. Я ей всегда говорила, семь раз отмерь. А что теперь с ребенком? Ну, хорошо. А при чем тут ребенок? Хорошо, что ребенок. Ань, ты внушала такое, что взрослую девку под замок запирала? Ну? Было за что. Давай выйди. Давай. Давай. О, какой торт красивый. Старались, старались. Да, очень. Ну, Катя, зачем ты воду-то пьешь? Где его? Больден, Катерина. Давай поговорим трезво. Все упирается в жилплощадь. Родственник с аккордеоном. Поговори сегодня же с Иваном Ивановичем. Поговори. Давай здесь. Слушай, Аня, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Ты понимаешь, я не могу сказать Димке, уйди из своего дома. Он муж, отец. Пусть сам решит. Иногда он ночует в общежитии. Нет. Не в общежитии. Ты ему веришь. А Алена завалила экзамены в аспирантуру. Исключительно по этой причине. Нет, она завалила правильно. Как он не создан для науки, так и она. Он не создан. Она его тянула за уши. Чтоб хотя бы инженеришкой стал. За что и получила благодарность. Нет, я ее не оправдываю. Я все ее жалобы пресекаю в корне. Какие жалобы? О чем ты говоришь? Она тебе жаловалась? Да она всю жизнь от тебя скрывала. Поговори, Светлана Ивановича. Поговори. Аня, ты знаешь, я люблю Алену. Я против развода. Я против. И несмотря на все, я ее люблю. А к тебе у меня вообще никаких претензий. Ты их даже слишком пестовала. Да, да, да. Ты их задаривала, закармливала. А как иначе? Это же наши дети. Я как могла. Ну, теперь все. Ухожу на пенсию. Никаких поблажек. Смотри. Семь раз отмерь. Уходят люди, Катерина. Больше никому не нужны. Вон у нас физик. Ушел на пенсию, но другой день помер. А теперь я же оказываюсь виноватой. Спасибо. Проходите. Двери закройте. Костей принимаете? Конечно, конечно. Проходите. Можно? Да, да. С праздником тебя, Катерина. Ну-ка, что тут у нас? Давайте помогу. Так, водички надо. О, это где ж такие водятся? К Бодрову заезжали в Сапхоз, да? Ох, небоскоп. Иван Иванович, как там у Андрюша с проектом? А, да были звонки из института. Комиссию надо создать. Эх, какие. Ты вот что, позвони тут мне на днях. Напомни. Угу. Катерина. С праздником. Да нет, это тебе. Да, с праздником. А я уж поверил, что ты больна. Не стал тревожить. Останься, раз гуляешь. Поговорим. Успеем. До свидания. Не надо волноваться. Садись. Садись, пожалуйста. Вот, вот. Дима тебе подарок принес. Духи. Тут такой разворот событий. Чай будешь пить? Дима сказала, что она из Львова. А училась в Москве. И... Здравствуйте. Здрасте. Ничего, что я тут. Это я для малыша. А, да-да, пожалуйста. Он вообще у меня очень спокойный. Поест и сразу лежит спать. Извините, а вы... Не хотите переодеть тапочки? Ой, простите. Сейчас. Спасибо большое. Сейчас я переодену. Ну, как тебе-то? Что-то я уже ничего не думаю. Ну, он тоже кот в мешке. Ну, жених. Ну, вот. Я тебя и послушался. Заходи. Что ж ты в таком виде-то? Ну, сейчас она джинсы зашьет и переоденусь. Кстати, она шьет. Вяжет на машине. Ну, ладно. Ну, теперь что же сделаешь? Вон у Сойкиных сын женился. Телеграммы известил. А теперь развелся, а они продолжают ей посылать деньги, помогают. А сами в глаза не видели ни ее, ни внука. А он вообще в доме малютки. Ну, и закрала сомнение. Был ли мальчик? Угу. Ну, так вот. Надо смотреть на вещи проще. Да? Может, действительно как-то. О, папочка. Это кто тут такой? А, спешка, да? Спешка. Ай, мам. Попался. Альяна, пирог. Ой, забыла. Давай, давай. Ой, совсем забыла. Ну-ка, не сгорел? Ну-ка, ну-ка. Нет. Ставь на стол. Подожди, я сейчас доску подставлю. А-а-а. 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 Эй, звонок. Звонит кто-то, посмотри. Привет. Как вас вкусно пахнет? Привет. Здорово. Хорошо. Давай, Шапша. Как всегда. О, как хорошо. Все в сборе. Здравствуй, бабуля. Привет. Раздевайся. Здравствуйте. Раздевайся. Что ты в пальто? На, собери Иришу в школу завтра. Ален привела. У меня завал на работе. Как завал? Да ну нет, не в том смысле. Не завалило. Просто завал. Ну ничего. С Божьей помощью пронесет. Дядь Дим, ты ни щенка купил? Нет, не купил. Почему? Куплю, куплю. Я сказал куплю, значит куплю. Ну ладно, я пошел. Пока. Подожди, подожди, Дима. Ну ты немножко посиди с нами. Ну не могу я, мама. Почему я не могу? Там Марьяна пирог испекла. Не до пирогов, мне сейчас. Серьезно, дело. Пока, мама. Ну ты позвонил мне, что-то. Ладно. Ладно. Ну что, ты решила что-нибудь? Я тут тебе два набора взяла заказных. Хватит? Спасибо, Нель. Нет, денег-то столько нету. Сочтемся. Да ты что, плачешь? Да ты что, перестань. А кому это ты записку пишешь? Знаешь что, давай никаких записок, а? Ушла и с концами. Пошли, пошли к Катерине. У нас телефона нет, мы всегда так записки пишем. Я отнесу в контору, там они его найдут под землей. Пусть знает. А, ерунда. Пошли к Катерине. Давно и пора на все открыть глаза. Я так не умею. Я умею. А тебя еще жизнь научат. Меня и так всю жизнь все учат. Да потому что ты какая-то интеллигентная. Ну ничего. Нет. Я не пойду. Я все равно не верю. Хочешь факты? Димка эту свою Марьяну месяц прятал в мотеле, пока ее оттуда не выгнали с ребенком. Она им там занавески шила. Какие занавески? Такие. Ой, нет, я не пойду. Как мне вас всех жалко. Тебя жалко. И его жалко. Димка ее любит. Да. А больше всех Катерину жалко. Ой, это Андрюшка выдумал. Это его гениальная идея. Димке бы твоему и в голову такое не пришло. А этого я наизусть со школьной скамьи знаю. С его играми дурацкими. Всех презирает. И гордится этим. Тьфу, да игрался. Ну ничего, я теперь тоже научилась презирать. Пошли. Я не пойду. Ну знаешь что, ты не пойдешь. Пойду я. И все расскажу. Я тактично скажу. На лезть, я очень прошу. Не ходи. Я тебя очень прошу. Мне доложили. Ты стала выпивать изрядно. Это так? Нет, мама, это не так. Не вижу никакой безысходности в твоем положении. Я прошла худшее, однако ж нашла в себе силы. У тебя есть хотя бы мать, чтобы не чувствовать себя беззащитной. На этом девичнике. Я провентилировала с Катериной вопрос о квартире. Мама, ну кто тебя просил? Ты можешь не вмешиваться. Истеричка. Мама, ну кто тебя просил? Ну? Катя. Нет, Паша, я уже давно не поеду. Что тут у меня? Охрипше, осипше. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе. Я у дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоём. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чём. Будем дружить, петь и кружить. Я совсем танцевать, разучиться, и прошу вас меня извинить. Утро зовёт, снова в поход. Я пройду мимо ваших мороз. Я не могу, не могу, у меня в 6 утра поезд. Я пройду мимо ваших мороз. Катерина Терентьевна, в тарелке бы тоже нужно было бы кто-нибудь в буфет повыше поставить. То Никита одно блюдечко уже кокнул. Мам, иди сюда, новость есть. Дима, Марк Шейдера избил. За дело, конечно, но за это могут судить. Как избил? Спокойно только, мама. Сядь, успокойся. Вася! Сядь, послушай. Повтори. Пожалуйста. Дима Марк Шейдера избил. Марк Шейдер ошибся на несколько градусов и брал Димки, хотел сам исправить. Ещё больше напортачил. Вскрылся, запил и не вышел на работу. А за зарплату пришёл. Дима его словил и прямо у кассы при всём народе. Тот, говорят, в суд подал, я не верю. В общем, Дима тебе об этом не хотел сам говорить? Но я считаю, что ты должна об этом знать. А почему же ты молчал? Нужно же было сразу мчаться туда, ну неужели непонятно? А когда это было? Вчера. И ты всё это время молчал. Но ведь Дима же не станет извиняться. Надо же что-то делать. Хотите, я к нему пойду? Он меня сам прощения попросит. У тебя, пожалуй, попросит. А что? У меня запросто. У тебя запросто. Что ты на меня так смотришь? Что вы все на меня так смотрите? А впрочем, смотрите, как хотите. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Что-нибудь случилось? Тебя правда судить могут? Ерунда. Его самого судить надо. Дочка спит. Спит. Вот как ты живешь. Я здесь не живу. Я здесь дежуре. Дима, а давай я завтра поговорю с Катериной. Мы с ней, в общем-то, во всяком случае, по-моему, она догадалась обо всем. Тебе там плохо? Почему? Очень хорошо. Очень хорошо и очень хорошие люди. Я просто за тебя волнуюсь. Ты посмотри, ты уже на людей бросаться стал. А так же дальше нельзя. Я не понимаю, почему ты не хочешь поговорить с женой? Я Алену не вижу. Когда приближаюсь, она уходит. А ты задержи. Что? Ультиматум. Вижу ее, она плачет. Скажу, пойдет к матери моей плакать. А кто как плакать умеет, это я знаю. Я тоже умею плакать. Ну, а как ты? Ты же говорил, что какой-то приятель там, под Москвой, обещал тебе интересную работу. Никуда я отсюда не уеду. Здесь у меня все. Здесь я дома. Так нет уж дома. Будет. Если ты захочешь, если мать захочет, будет. Я больше ничего не хочу. Ничего не хочу. Дима, ну иди догони ее. Ну, задержи. Не могу. Ну, не можешь, так не можешь. Девушка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да. А ты не думаешь, что у нас ребенку было бы лучше? Я лгу. Никита не у мамы и не во Львове. Но он очень хороших людей. Я скоро за ним поеду. Катерина Ивановна, я всегда чувствовала, что вы ко мне очень хорошо относились, старались, терпели. Простите, если я к нам тебя обидела. Ну, ничего, ничего. Все равно я желаю тебе счастья, удачи. Ну, со счастьем пока еще не совсем. Хотя, в общем-то, это, наверное, не конец жизни. Я так думаю, не конец света. Да. Женя, скажите, что Никиту он увидит. Не сейчас, а потом. Если захочет, конечно. И еще скажите, что я тоже стану скоро умной. Почти как он. Ну, не исчезай. Звони. Да. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Алло? Да-да, Иван Иванович, я вас слушаю. Я как раз собиралась вам позвонить. А какие мнения были? А он дома, я его сейчас позову. Андрей! Андрюша! Иди с тобой Иван Иванович хочет поговорить. Какой Иван Иванович? Бурнусов. Ну, насчет проекта. Мать, кстати, вопрос. Кто тебя просил? Кто тебя просил? Я тебя просил. Кто? Иван Иванович! Ну, что теперь делать? Ведь они тебя хотели пригласить, обсудить на комиссии. О чем ты говоришь? Тебя еще не хватало. Мне на этот проект наплевать, понимаешь? Ну, как это наплевать? Ну, так вот и наплевать. Ну, ты же его делал, это твоя идея. Ну, и что ты делал? Не для себя, помочь просили. Да не терзайся, я таких проектов 10 могу сделать. Ну, не буду. И не нужно, не нужно мне Бурнусова твоего. Мама, я не хочу извиваться перед телефоном, как ты. И вообще, давай оставим этот разговор. Я извиваюсь? Да, мама. Это я извиваюсь? Ты будешь? Обязательно будешь? Нет. Будешь? Нет, не буду. А у тебя семья? Не своя, так чужая. Ребенок-то тебе подкинули, а не мне. Ты почему бутылку не сдал? Очередь, мама, вот почему. Очередь. Очередь? Да. А ты мне подсказал? Вы мне подсказали, как сделать так, чтобы в очереди стоять, а? Вы только умеете рожу кривить. Сосынок, ты еще не знаешь, что такое очередь. Ну, ладно, мама, ты еще вспомни про свое военное голодное детство. Надоело вот здесь. Что ты сказал? Ну, ладно. Все, я ухожу. Силы моих больше нет с вами. И правильно. Так вас надо учить. Что-то она не спешит из Москвы возвращаться. Все, живите сами, как хотите. Расхлебывайте все сами. Я тебя никому не подбрасывала. Выросила на свою голову квартиранта. Записочку ему напиши. Выпиши ему букет мимозы. Да, я извиваюсь всю жизнь. Ась, что и младший хочет жениться? Ну, хорошо и правильно. А вот Дима все стою живет. Стою, стою. Ой, что это она мне в тот раз не очень. Он ей одно, а она ему третье. А вот мать всю жизнь нас с тобой попрекала. Да, глядите, Катерина, какая баба пролазная. Всего добилась. Пролазная. Вот мне надо сейчас квартиру строить. А деньги где? Ты знаешь, сколько это? Где возьмешь-то? Поможем. Уродни подзаймем. П環境 нажнать это уже не так за король, чтобы деревья не остались за армией. Продолжение следует... 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 Брысь из моего дома. Все. Пройдите в кабину. Ты что я сказал? Что я сказал? Ничего не сказал? И вам ни к чему не жаться. У тебя когда свадьба? А у меня сегодня. Понимаешь? Ну что, будем дружить домами или как? Возможно. Не получится. Нет, это не мама. Это папа Катя. Ты в Москве? Позови мне Андрюшу. Подожди. Меня закрыли. Как закрыли? Кто тебя закрыл? Алло, алло. Сейчас, Андрюша. Ты направо поверни эту штучку, слышишь? Поворачиваю. Ну? Алло. Алло. Да все в порядке. Да ничего не случилось. Платок из комнаты принеси розовый такой. Мама. Да я ходил за газетами. Что? На двери захлопнулось. Живем хорошо. Папа уехал в командировку. Да хорошо. С Димой хорошо. Обошлось все. Обошлось, обошлось. Ему дали только выговор. Так что не волнуйся. Ты-то, как ты, как отдыхаешь, чувствуешь. Ну, какой отдых, Андрюша? Тут целый дом отдыха можно строить. Я тут такое дело развернула. А... Она звонила, да? А куда она его возьмет? Куда она его может взять? Андрюша, я тебя умоляю... Это не она звонила. А? Баба Катя. У Андрюши корот. Бабушка. Бабушка московская звонила. Да, да, да. А? Ну, я не знаю, где она. Да ты не волнуйся. Нет, это не серьезно. Как это так не волнует? Андрюша, пусть он пока живет у нас. Не надо, не надо ничего. А я записала ее адрес. Нет, она мне сама продиктовала. Да, вот пришел человек, ушел. А вас это совсем не волнует. Да я... Я бы на месте Дмитрия... Алло. Алло. Девушка, а что, кончилось уже? Да. Алло. Ну вот, все пути тебе открыты. Хочешь в Москву, хочешь в деревню. Баба Катя звонила. Да, баба Катя. Баба Катя из Москвы звонила. Да нет, из деревни. Нет, из Москвы. Да ты запутался совсем. Баба Катя живет в Москве. А что касается Марьяны. Вы знаете, она все помнит. Никому ничего не прощает. Они у нас недолго жили. Потом мы сняли им комнату. У мужа характер тяжелый. Он пенсионер, целый день дома. А тут пеленки, стирка, тряпки. Как-то я ее тут обидела. Потом сама целый день ревела. А потом ребенок. Сын сначала не хотел. Правда, он все не высказывал. Но ведь женщина-то всегда чувствует. Ваш тоже оказался ненадежным. А Диму Марьяну не обманывал. Он сам верил, что будет с нею счастлив. Да, все они ищут сейчас, как быть счастливыми. Ну, это нормально? Ну, конечно, нормально. В общем, ребята, они порядочные и вроде нелегкомысленные. Только они какие-то несамостоятельные. Ну, взрослые же дядьки. А им же не надо думать, что одеть, как семью прокормить. Родители побеспокоятся. А может, мы сами виноваты. Лишаем их самостоятельности. Потом удивляемся. Да, нам все приходилось самим делать. Работа, кухня, семья, стирка. А вообще, старые мы с вами тетки. Старые. Старые тетки. Давайте побережем себя. Вы это мне как врач говорите или как женщина? И как врач, и как женщина. Я вот, знаете, ушла была бы на пенсию. Да раскаиваюсь, кажется. Дом надо ремонтировать в деревне. Внучку хочу забрать на школьные каникулы. И Никитку вашего тоже. А там, глядишь, все нагрянут. Я одно только твердо поняла. Не надо вмешиваться. Не надо вмешиваться. Пусть разбирается сами. Надо всех оставить в покое. И самой как-то. Даром ведь это ничего не проходит. Даром ведь это не проходит. Никита, иди сюда, сейчас водички наберем, Аньку затопим. Еще одно ведерочко наберем. Мыться будем? Буду. Мама, иди набирай воду в свое ведро. Осторожно. Тебе помочь? Сам. Никита! Мама! Мама приехала. Соскучился? А мама за тобой приехала. Вот молодец, поливай клубничку. Молодец. Марьяна, ты бы оставила нам Никитку на все лето? Нет, Катерина Терентьевна, я не могу. Понимаете, меня мать ждет. Настусь с Никитой. Она у меня замуж вышла. Как это замуж вышла? Да, за того, кого любила. Я ей всю жизнь мешала. Я понимала, конечно, что я ей мешаю. Вот. А сейчас они собираются в экспедицию на все лето. А мы с Никитой останемся. Нет, я все-таки думаю, ты должна его оставить. Матерь не с руки сейчас с ним быть. Тебе тоже. Ну, понимаешь, мы... Я так привыкла к нему. Нет. Да, я понимаю. Вы все всегда понимаете. А я ведь думала, как? Что у вас просто современная семья. Все работают, и никто друг друга не замечает. А у меня все выходит наоборот. Вот мы для вас, в общем-то, случайные люди. Мы с Никитой. А вы столько для нас сделали. Мне всегда везет. Нет, я с тобой не согласна. Случайных людей не бывает. Кипики. Ну, а с Никиткой, вот случайный человек. Ну, Никита, нет, конечно. Я имею в виду... Я имею в виду, мы с ним. Для вас. Я имею в виду, мы с ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!